Вы бы хотели, чтобы Путин правил вечно? Я бы хотел, чтобы он правил всем миром, потому что хороший человек поднимает Россию с колен. Хочется изменений, чуть-чуть. Слишком проакционный вопрос. Мне похуй, если честно. Вечно никто не может. Когда-нибудь он уйдет с подсчетом. Вы бы хотели, чтобы Путин правил вечно? Нет, не хотел, потому что хочется посмотреть, что изменится, если у власти будет другой человек. Думаю, пусть правит. Не доставляет особого дискомфорта, наверное, кого-то. Вы бы хотели, чтобы Путин правил вечно? Вечно нет. А почему? Я считаю, что стране нужно развитие в плане динамика, изменение в правительстве. Новые люди будут принащить новые идеи. Вы бы хотели, чтобы Путин правил вечно? Байден Теркилла, мне кажется. Вот мое мнение, что Байден Теркилла. А почему? Потому что он беспределит. А что он такого сделал? Некрасиво себя ведет. Вот Украину поставили вооружение, поганые его движения. Мне не нравится его политика, то есть он отстойный человек, мне кажется. Нет, этого не хотел бы ни в коем случае. А почему? Ну, потому что сменяемость власти хорошо. Ну, плюс видишь, что он не сможет править. Человек старый как-никак. Вы бы хотели, чтобы Путин правил всегда? А поскорее бы, чтобы он сдохнул. Почему? Задолбал. Задолбал его политика. Пускай он дает дорогу молодым. А сам спокойно сидит на своей вилле на пенсии. Вы бы хотели, чтобы Путин правил всегда? Да. А почему? Президент. А почему вы хотели, чтобы он всегда правил? Не знаете? А почему тогда так думаете? Я так думаю. Не думаю. А почему? Потому что человек с старением трачивает какие-либо выслительные процессы. А почему-то дирвана была, по-моему. Все мы как бы не бессмертные, и, соответственно, всем нужно давать шанс. Вы бы хотели, чтобы Путин правил вечно? Ну, если честно, с одной стороны, что, ну, если он сменится, ну, что-то будет так же. Поровать все чиновники, все такое, как говорится, все карманы набивать. То есть, ну, будет все так же, только, ну, будут винить другого. А если останется, ну, блин, все то же самое и будет. То есть, ну, вроде он и хороший, что территорий становится больше. Крым присоединил. Можете сейчас вот Донбасс присоединиться. А может Южная Осетия, то есть, ну, нормально так-то вроде. Путин с последней, с последней войной на Украине, он показал себя с моей стороны, как мне показал, что-то нехорошо, как внутренняя политика, он занимается просто на нет. Он ничего не делает для этого. Ну, все говорили то, что он сильный, силен во внешней политике. И вот сейчас время покажет, стоит ли ему вообще оставаться президентом. Наверное, нет. А почему? Ну, во-первых, это чисто физически невозможно. То есть, мы видели только одного. От рождения до, возможно, реальной смерти. Меня же самого, я видел только одного того же самого президента. Хотелось бы как-то обновить. А может, ученые разрабатывают эликсир по весмерти? Возможно. Может, он уже его пьет. Я не знаю. Может, от крови девственников до какого-то эликсира. Все возможно. Хотелось бы постоянной смены наших президентов. Мне кажется, когда люди меняются, люди за счет того, что место не нагрето, и тебя постоянно могут сменить, ты делаешь что-то для того, чтобы люди тебя позже выбирали снова. Он, правда, поднял страну с колен, но вечно ему сама, ну, сама жизнь не позволяет, чтобы он правил. Так как старость не радость, а так, ну, пусть сейчас правят, пока что, на определенный срок. Вы бы хотели, чтобы Путин правил вечно? Да. А почему? А почему нет? А почему да? Не только Путин, а любой управление страны правил вечно. И, в принципе, результат налицо, что когда человек долго остается у власти, происходит то, что мы сейчас не... Я, по большей части, за демократию, монархия дала плохие плоды, вечная власть по коммунизме тоже не очень хорошо. Прошу прощения. Я же взгляд, поэтому нет, я не то, чтобы даже против Путина, я, скорее, большей части за смену власти. Вы бы хотели, чтобы Путин правил всегда? Ну, вечного ничего не бывает. Там подтверждение, великие императоры, цари, великие армии, великие империи, которые разрушались и снова создавались. Поэтому вечного ничего нет. Я бы вообще не хотел, чтобы ни один правитель какого-нибудь государства правил вечно. А почему? Смена власти — это единственный путь к прогрессу, а не стагнации. А кто, если не Путин? Тогда уж тут другое. Называть никого не хочу. Я! А если не он, то кто? Не из их партии, допустим. Любовь, допустим, просто возьми образованного хорошего человека, который будет вести страну. Я сейчас знаю. Уже, наверное, не представляю никого какого. А если не он, то кто? Не знаю, время покажет. Никто. Я не знаю. Но я думаю, всегда могут найтись люди получше. Вот именно. Люди-то получше могут найтись, но только не дают возможность найти таких людей у нас. Но, к сожалению, нет других претендентов. Не знаю, как так сложилось. Даже предположить не могу. Да. Все те, кто могли бы занять эту должность, они или мертвы, или сидят. Или уехали. А кто, если не он? Да. Наверное, только Бог. Знаю, я кандидат одного. Ну, то есть я. 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 Себя. Я вот тут. А, где нахуй я? Сейчас знаешь. Ясно, короче. Понятно все. Надежда, ты здесь. Давай, иди сюда. Но есть один вопрос. Какая-то хуйня? Кто-то ввалил мой адрес. Что там привезли? Вообще, я не ебу. Какие-то цветы. Причем открытка. Береги себя.